В Новосибирске с января капитально отремонтировали 65 многоквартирных домов. Всего же в этом году планируют обновить около 600 многоэтажек. Некоторые из них практически полностью. Работу подрядчиков регулярно проверяют. Как фирмы справляются с капитальным ремонтом, расскажет Александр Потенихин. Четырехэтажку на улице Челюскинцев скоро оденут в леса. На это жители надеялись еще 10 лет назад. Даже ТСЖ создавали специально. Чтобы добиться капремонта по 185 закону. Протекла крыша, ржавели коммуникации, проводка искрила, словно бенгальские огни. В доме, конечно, уже устарело все. То есть, когда мы пришли сюда на дом в 2007 году, собирали всю документацию техническую, которая касается нашего дома. Мы очень долго и вообще не могли найти информации, что делалось в последний раз и когда. И по спорным данным, вроде как, только фасад в 2004 году был сделан и все. Зато теперь обновляют все сразу. Еще в прошлом году начали штукатурить фасад со стороны двора. Продолжили с приходом весны. Кровля почти готова. Электрику заменили зимой. Предстоит еще наладить отопление, канализацию и трубы с холодной и горячей водой. Работой подрядчиков жители довольны. Претензий нет подрядчикам. И они ответственны с утра до вечера работают. Без выходных. Вот в осенью они без выходных работали. В субботу еще и в воскресенье работали. Очень много вопросов создают на самом деле жители. С ними приходится очень много работать. Потому что это строительство все-таки для них. И их тут много живет. И, соответственно, прислушиваемся каждому мнению. С начала года в городе отремонтировали 65 многоквартирных домов. А всего в планах около 600. В том числе модернизируют лифты в 40 зданиях. Если замечания возникают после проведения капремонтов, у подрядных организаций есть гарантийные обязательства. В обязательном порядке выходит комиссия на дом, проводит обследование. И, соответственно, подрядчику дается предписание на устранение замечаний. А в пятом доме на улице Челюскинцев принимать финальные работы будут в сентябре. Или даже раньше. Подрядной организации выгодно сделать все быстро и качественно, чтобы заняться очередными объектами. Александр Потенихин, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.